всем привет меня зовут андрей вы на канале industrial tool недавно комментариях заметил спор где люди спорили о том оригинальные или не оригинальные аксессуары запчасти стоят на инструментах makita там конкретно человек один писал что он купил цепную пилу и у у нее была родная цепь в комплекте а другой им писал как она может быть родной если цепи производит компания оригин я тоже в эти комментарии немножко встрял и написал ребятам что спор этот бессмысленный вообще если взять инструмент makita то он состоит из различных компонентов и запчастей которые сама makita не производит а заказывает у сторонних производителей например это те же выключатели есть такая компания amron и другие компании которые тоже делают для makita выключатели двигатели прокладки сальники все это сама makita не производит еще много много чего и конкретно данный ролик я хочу посвятить одному производителю который делает для компании makita двигатели сразу скажу не все двигатели которые используются в инструментах makita делает эта компания на лишь какая-то часть компания это называется мобучий motors как узнать что двигатель принадлежит именно этой компании это сделать очень просто потому как компания оставляет на корпусе двигателя свой логотип логотип этот выглядит в виде буквы м и вот на примере двигателя от шуруповерта дтв 190 вы видите на корпусе имеется такой логотип на сегодняшний день компания могучий motors является лидером в производстве малых бесшумных двигателей постоянного тока компания основана аж в 1954 году 18 января и на сегодняшний день заводы и офисы продаж расположены по всему земному шару область применение двигателей которые делает эта компания очень широкий это не только двигатели для электро инструмента очень много двигателей используется в обычных автомобилях современных это это подъемники стекол движение зеркал открывание закрывания багажника в современных машинах или там движение сиденья вообще электродвигатели от этой компании вы можете встретить буквально везде это и моторчики в телефонах для виброзвонка зубные щетки электромассажеры пылесосы это двигатели в магнитофонах в 9 плеерах в бюре и плеерах в раньше было вот обычные кассетные магнитофоны то есть буквально везде где есть маленькие двигатели постоянного тока скорее всего это будет двигатель от компании могучий давайте вернемся к нашему двигателю от гайковерта на каждом двигателе компании могучий есть семенезначный код после которого еще бывает от 3 до 6 цифр и давайте я расскажу что эти цифры означают первая цифра отвечает за корпус двигателя двигатели бывают плоские круглые и квадратные у нас буква r означает что двигатель круглый вторая цифра отвечает за тип щеток щетки бывают из металла драгоценного металла и из углерода нас буква s это значит что щетки угольные далее идет кодовый номер диаметра якоря всего их 13 и как вы видите у нас почти самый большой двигатель после диаметра якоря идет длина двигателя сколько их всего затрудняюсь ответить конкретно в нашем случае идет пятерка следующий параметр отвечает за количество полюсов якоря у нас их 5 следующий символ обозначает тип магнита основными типами используемых магнитов являются изотропные магниты c-образной формы изотропные магниты в форме кольца анизотропные или редкоземельные магниты нашем случае у нас анизотропный или редкоземельный магнит последняя буква обозначает особую спецификацию для каждого типа двигателя что это означает я так и не понял на сайте указано что для уточнения информации нужно обращаться в офис в офисы продаж далее идут две цифры которые обозначают диаметр проволоки проволока бывает от 0 11 миллиметров до 1,1 миллиметров конкретно в нашем случае намоты на проволока диаметром 0,7 миллиметров и последние цифры могут быть от двух до четырех символов и они обозначают количество витков обмотки якоря и в нашем случае их 21 штука в этой компании еще очень интересные истории которые вы можете прочитать в википедии но на этом принципе все кому понравился ролик подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и всем пока